Добрый день, господин Лейберг. В очередной раз отвечаем на актуальный вопрос Винсполчан и первый издают на портале. Правительство решило в порядке исключения повысить зарплаты ключевым людям в СГД, обосновав это пилотным проектом. Служба госдоходов, да? Да. Что думаете? Обосновывает тем? Они обосновывают то, что это пилотный проект. Да. Я бы делал так, какая зарплата есть, такая есть. Есть единая система, если ее надо менять, тогда надо менять единую систему оплаты труда там служащим. Она сейчас не дифференцирована, зависимо от величины хозяйства. Есть название службы там такая и службы таких много, а там 5000 работников или 100 разницы не имеет. Так что это системно надо менять. Это раз. Но я бы не повешал в службе госдоходов оплату труда, но я бы ввел составную, изменчивую составную, переменную составную. Ну, например, если акцизный налог там планируется собрать там, ну, скажем, 100 миллионов, но собрали не 100 миллионов, 110 миллионов на 10 процентов больше, это дополнительно 10 лимонов. Из 10 миллионов, например, там 5 процентов на фонд оплаты труда или 10 процентов фонда оплаты труда для службы госдоходов, и это получают те, кто этим как бы занимался и успешно занимался, начиная с начальника, заканчивая рядовых людей. То, что вы из всей там 4000, первого лицу дадите 8000, остальные все остались при своих деньгах, без своей заинтересованности, ну и дальше, что вы без работников сделаете, без их активной работы и без их заинтересованности, ничего не сделаете. Ну, такое мое мнение, так что я вижу немного по-другому это все. По зарплатам есть еще один вопрос. Айга на портале просит вас высказаться относительно того, что на 600 и 700 евро увеличат зарплаты в правительстве, руководителям фракций Сейма и комиссий. Мы увеличили оплату труда максимально, сколько могли, для педагогов детских садов на 19 процентов, там 18 с половиной, это абсолютно дает 91 евро в месяц на одного педагога. 600 я так и решений не принимал. Вы сразу ответили на следующий вопрос, где некая воспитательница спрашивает, неужели педагоги детских садов не заслужили прибавки тоже? Заслужили, мы такое решение приняли, она не заметила, но она заметили, когда я выплатил зарплату. В рубрике Аловин Тазбал спрашивает, читал, что много денег вкладывается в школы и детские сады. Все это, конечно, хорошо, но надо бы и качество работы педагогов повысить. Правильно, да, согласен. Мы, ну так вот скажу, года четыре назад тут вот напротив сидели, принесли бумагу, надо закупать разное оборудование, там компьютера, там дигитальные эти доски и разные умные вещи, там за миллион. Миллион, где его братья и для чего? Что это даст? Непонятно. Ну вот, я попросил, давайте съездить, посмотрите, а как это дело решается, насколько насыщена школа Финляндии, Эстонии, они как бы такие передовики, особенно Финляндии. Съездили, сказали, нет, такой насыщенности, как наша, там такого нет. А, они богаче, но что меньше, они глупые, что ли, нет. Потом я сам в двух школах был, поговорил с учителями, оказалось, что каждый учитель индивидуально отрабатывает методику, придумывает, как использовать эту технику. Каждый придумывает велосипед. Один удачный, другой менее удачный. Один это желает, другой это не очень желает. Ну, погодите, мы купим, а дальше что? Какой толк, если не умеет обращаться с этим? Не может эффективно использовать во время учебного процесса. Ну вот, мы наняли такую экспертную группу из университета, заключили договор. Они провели и оценку каждого третьего педагога, как он работает по качеству на уроках. Оказалось, там, часть очень высокая, средняя, а были и какие, в принципе, плохо. И они вообще не должны работать в школе. Ну и тут что делать? Мы шли по пути обучать. То есть, ну, что не каждый придумывает велосипед, но обучать. Дальше, обмен опытом. Вот вы лучше то ими умеете, вы рассказываете своему партнеру, своему коллеге. Вообще, в том числе, например, математики с математиками, физики с физиками, латышеского языка, латышеским языком, английского языка по-английски, учителя между собой. И вот такой процесс. Мы три года работали вместе. И надо сказать, что есть большой сдвиг. Во-первых, умеют, обучены. Во-вторых, происходит процесс обмена знаний между педагогами одной школы и между педагогами разных школ. В том числе, преподаватели одного предмета, смешанные. Образован методический центр. Есть методисты из учителей. Наших же учителей, но которые такие, ну, корифей. Вот. Они работают с другим учителем, мы им доплачиваем. Ну, то есть, так. То, что я наблюдал и то, что мне рассказывали, получается такой прорыв. Важно, чтобы это дал результат на знаниях, умением думать учащихся. Если это произойдет, то это будет хороший результат, который мы ожидаем. Ну, вот. Эту программу мы продолжаем. И в этом финансовом году 200 тысяч мы этому делаем. Кроме того, у нас дополнительно есть программа по компьютерному обучению учащихся. Там дигитальный центр занимается. 500 школьников в этом году мы предусматриваем. В прошлом году было 300. Это первый год был. Сейчас второй год. Значит, и сейчас полностью развернута система работы с талантливыми детьми. Там каждый третий ходит с 5-летнего возраста детского сада до 12-го класса. Там задача научить думать. Потому что вы знаете, ну и что дальше. Вы должны сложить свои знания, которые стимулируют систему думать и логично рассуждать и принимать правильное решение. Мышление. Мышление, что нужно, да. Ну, вот еще другие программы, конечно, у нас есть. Но вот эти самые такие главные. Спасибо. «Снимаю шляпу перед господином Лембергом», пишет Вентас Балс. «Наш город становится все беднее». Лемберг хвастается, что подарил корову Дому милосердия и упрекает Джо Байдена, что тот не привез Латвии подарков. А что происходит в нашем городе? Старый город погибает, виду мупите вычистить не можем, поскольку нет финансирования ЕС. А, еще там виду мупите, да. Хорошо. Ну, во-первых, насчет коровы. Действительно, я подарил, но этому я не хвастаюсь. Это просто к слову, да. Слово сравнено, что я подарил корову, а Байден не подарил. Но дело не в корове. Во-вторых, надо понимать, о чем я говорю. Латвия геополитически уходит в сферу интересов, в сферу влияния США. Это как бы сезонный билет долгосрочный. Как он называется? Сезонный билет. Латвия, скажите. Абонемент. Абонемент, да. Абонемент, да. То есть он в США, Латвию сейчас и имеет как свою геополитическую сферу интересов, которая их сфера интересов. Они ее получили. Но это Латвия, это наше государство, но их сфера интересов. То есть они получили абонент на долгосрочное пользование, но не заплатили за абонент. Но надо заплатить за абонент. И все. Мне говорят, это антиамериканский. Какой антиамериканский? А в Америке все понимают. Никто же абонемент на сезон американского футбола не собирается, что ему кто-то подарит. Все покупают. А почему этот абонент бесплатно? Вот и вся сказка. Так что тут не надо корову вместе с Байденом. Как бы я все-таки отдельно. В-третьих. Что касается виду мупит. Ну понимаете, там было предложение вложить 2 миллиона, чтобы укрепить эти берега. Ну что? Ну что случится, если там будут продолжать расти эти водоросли? Ну что такого? Да, ну. И глубина там небольшая. Да зато для уток хорошо. У них шея не длинная. А не вот такая глубина им вот такая. Ну и тратить большие деньги самоправления. Если можно получить деньги Евросоюза, которые даются только для такой их нужды. Ну хорошо. Ну тоже миллионный жалко тратить. Так что сейчас ищется наиболее технологически правильный способ, как его немного углубить. Но надо понимать, если вы углубите ее много, у вас берега уйдут. И что тогда вы будете делать? Опять будете тратить деньги. Так что я не вижу в этом никакой проблемы. Да? И у нас ездят тратить деньги без виду мупит. Но если немного надо там укрепить эти фашины, да? Они там столбить. Ну чуть-чуть что-то там немного углубить насосом. Ну может быть. Может быть. Но там какие-то рыбы есть, может быть. Что-то. А где будут питаться эти не гуси, а утки. Будут упрекать, что я уничтожил место питания уток. Тоже вариант. Тоже плохо, да? Ну старый город погибает, пишут тоже. Да, ну да. Была денационализация. Все здания старого города оказались частными, не самоуправление. И за частной недвижимостью отвечает собственник. Мы можем только увеличить до 3% налог на недвижимость. Если он деградированное здание. Все, больше ничего не можем. Если архитектурный памятник, то есть инспекция охрана памятников архитектуры Риги. А это их компетенции. Они могут накладывать штраф. Они могут даже идти на то, чтобы было уголовное дело. Но мы такого не имеем. У нас есть программа поддержки в поведении этих зданий в порядок. Но те, кто получили назад в четвертом поколении собственность. Ну, у них нет денег. Правда, мы там несколько участков купили, где раньше были здания, которые важны. И мы там будем строить на 3-х адресах жилищные дома. Которые будем часть постараться продать, часть будем арендовать. Мы проектора такой разрабатываем. Может быть, это поднимет интерес к остальным зданиям в старом городе, как недвижимости, как, возможно, место жительства. Ну, везде нужны инвестиции. Но это частная собственность, надо понимать. Если у вас нет ремонта в квартире, извините, претензии не ко мне. Интересуется, сколько в Винспелчан получили работу на шоколадной фабрике? Идет ли там производство? Да, я интересовался в нашем управлении Порта. Почему управление Порта? Они сдают в аренду это здание. Так что у них есть экономическое отношение с Победой. Сейчас там работает 20 человек в одну смену. В осенью они говорят, что откроют вторую смену, что тогда надо будет 30 человек. Дополнительно, так я скажу. Но это частная компания. На аренду все они платят. Так что мы не можем никакие претензии предъявить. И нет основания. Они тогда и говорили, они открылись-то когда? В феврале этого года. Там еще наладка, доработка. Они не так, не летом так нормально начали работать. Начали экспортировать продукции Евросоюз. Так что пока хорошие сведения, что у них все получается. Андрис говорит, что пора бы привести в порядок здание Приморского музея. Он говорит, что это здание должно быть больше современия и должно отвечать современным требованиям. Полностью согласен. Мы над этим проектом начали думать года 3-5 назад. Время быстро летит. Мы тоже работали, когда велись переговоры с Евросоюзом. Там есть специальная программа Евросоюза денег. Чтобы вот такие здания создавать. И сейчас мы подали наш проект. Вот чтобы снести это здание, там новое построение. Точно как человек говорит. Но там еще нужен план экспозиции. Исходя из этого, уточняется план здания. Что там, какие помещения нужны. И тогда надо объявлять эскизный конкурс. Потому что это общественное здание, чтобы оно красиво выглядело. Но это надо было сделать в этом году, до конца года. Это было бы нужно сделать. Такая задача поставлена перед исполнительным директором и перед музеем, который отвечает за это. Созерцатель на портале пишет, не пора ли поменять людей, отвечающих за культурную жизнь в Венспилсе? По его мнению, люди заметили стагнацию в этом плане и просятся новые идеи. Он говорит, что слишком уж однообразны стали эти прогулки по променаду на протяжении всего лета. Ну гуляйте по лесу. Мы же никого не заставляем помыть. Променад это место, где организуются крупные, очень крупные, многолюдные мероприятия. Когда собираются десятки тысяч в одном месте, ни одного и другого места такого нет. Рига не закрывает эту набережную. Она шире значительно. Там они это делают. Этот променад, он прекрасный для таких нужд. Он себя полностью оправдал. И мы бы совершили очень большую ошибку, если мы где-то в другом радостной площади, мы бы хотели, чтобы там собралось десять тысяч человек. Там невозможно. Там, когда собираются три тысячи, уже все. Закрыто дело, да. Так что не вопрос в променаде. Что конкретно нужно? Вот, пожалуйста, пусть скажет. Еще лучше пусть организует. Придем, будем аплодировать. Билеты покупать. Да, созерцатель пусть выступает со своими идеями. Да. Спасибо за ответы и всего вам доброго. Всего доброго. КОНЕЦ Продолжение следует...